Максим Горький, Дед Архип и Ленька Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а Дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли их отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один побольше, другой поменьше. Утомленные, загорелые и пыльные физиономии были совсем под свет бурым лохмотьем. Костлявая и длинная фигура Дедушки Архипа вытянулась поперек узкой полоски песка, он желтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой. Задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда. Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда, старого и сошшего дерева, принесенного и выброшенного суда на песок волнами реки. Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймленным редкими кустами ивняка. Из кустов высовывался черный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки вглубь степи. Она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние. Его тусклые и воспаленные глаза старика с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испечеренное морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слез. Кроме его кашля, до тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков. Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожженная солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видные старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы, и прямо в него падло ослепительно яркое небо. На нем вырисовывались три стройные фигуры далеких тополей. Казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытые им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг все скрывалось за блестящей серебряной пеленой степного марева. Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала издали почти к самому берегу реки. И тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно. Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах. Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрет, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, бездум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и еще его сильно смущала мысль о внуке. «Куда денется Ленька?» Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз в день, и всегда при этом в нем что-то сжималось, холодело, и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию. Но далеко идти в Россию, все равно не дойдешь, умрешь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро, народ все зажиточный, хотя тяжелый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты. Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову. Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся еще больше на его худом, изрытым оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом. «Идет?» — спросил он, и, приложив щитком руку глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца. «Нет, еще не идет, стоит. Чего ему здесь? Не зовет никто. Ну и стоит он», — медленно заговорил архип, продолжая гладить внука по голове. «Дремал ты?» Ленька неопределенно покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали. «Ка бы я плавать умел, купаться бы стал», — пристально глядя на реку, заявил Ленька. «Быстра, больно река-то. Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится». И Ленька недовольно отвернулся от воды. «А вот что», — заговорил дед, подумав. «Давай распаяшемся, пояски-то свяжем. Я тебя за ногу прикручу, ты лезь, купайся». «Ну», — резонно протянул Ленька, — «чего выдумал? А ли ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба». «А ведь верно, стащит. Ишь, как прет. Чай весной-то разольется. Ух ты! И по косу тут беда. Без краю по косу». Леньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль серьезным и сосредоточенным выражением на лице. Дед смотрел на него и о чем-то думал, щури глаза. «Ведь вот», — тихо и монотонно заговорил Ленька, стряхивая с рук пыль. «Земля — это теперь...» Взял я ее в руки, растер, и стала пыль. Крохотные кусочки одни только. Чуть глазом видно. «Ну так что ж?» — спросил Архип и закашлялся, посматривая насквозь в выступившие на глазах слезы, в большие сухо-блестящие глаза внука. «Ты к чему это?» — добавил он, когда прокашлялся. «Так», — качнул головой Ленька. «К тому, что, мол, вся-то она Эвана какая». Он махнул рукой за реку. «И всего на ней понастроено. Сколько мы с тобой городов прошли? Страсть? А людей везде сколько?» И не умея уловить свою мысль, Ленька снова молча задумался, посматривая вокруг себя. Дед тоже помолчал немного и потом, плотно поддвинувшись к внуку, ласково заговорил. «Умница ты моя! Правильно сказал ты. Пыль все. И города, и люди, и мы с тобой. Пыль одна. Эх ты, Ленька, Ленька! Кабы грамоту тебе, далеко бы ты пошел. И что с тобой будет?» Дед прижал голову внука к себе и поцеловал ее. «Погоди!» — высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Ленька. «Как ты говоришь? Пыль, города и все?» «А так уж устроено Богом, голубь. Все, земля, а сама земля — пыль. И все умирает на ней. Вот как. И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро», — перескочил дед и тоскливо добавил. «Куда ты тогда пойдешь без меня-то?» Ленька часто слышал от деда этот вопрос. Ему уже надоело рассуждать о смерти. Он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил ее в рот и стал медленно жевать. Но у деда это было больное место. «Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь?» — тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя. «Говорил уж», — рассеянно и недовольно произнес Ленька, искосо взглядывая на деда. Ему не нравились эти разговоры еще и потому, что зачастую они кончались ссорою. Дед долго говорил о близости своей смерти. Ленька сначала слушал его сосредоточенно, пугался, представлявшиеся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Ленька не любит деда, не ценит его забот, и, наконец, упрекал Леньку в желании скорейшего наступления его, дедовой смерти. «Что?» — говорил. «Глупенький ты еще. Не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе отроду?» «Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдешь?» «Добрые люди, думаешь, помогут. Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их. Это так. А милостыню-то собирать не сладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят. «Разве ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто. Десять лет по миру хожу, знаю. Кусок-то хлеба в тысячу рублей ценят. Подаст, да и думают, что уж ему сейчас же райские двери отворят. Ты думаешь, подают? Зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить. Вот зачем, друг. Они из жалости. Ткнет тебе кусок. Ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек — зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу — сытый и голодный. Веки вечные, они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга. Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие, тусклые глаза, быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на темном лице выступили резче. Ленька не любил его таким и немного боялся чего-то. Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром. Ты — хилый ребеночек, а мир-то — зверь. И поглотит он тебя сразу. А я не хочу этого. Люблю ведь я тебя, дитятка. Один ты у меня. И я у тебя один. Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть. А ты чтоб остался. На кого, Господи? За что ты не возлюбил раба твоего? Жить мне не в мочь и умирать мне нельзя, потому что дитё оберечь должен. Пестовал семь годов на руках моих, старых. Господи, помоги мне. Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног. Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдание старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн. — Будет. Не плачь, дедушка. Глядя в сторону, суровым тоном проговорил Лёнька и, повернув к деду лицо, добавил. — Говорили обо всём. Уж ведь не пропаду. Поступлю в трактир куда не то. — Забьют! — сквозь слёзы простонал дед. — Может, и не забьют. — А вот как не забьют? — с некоторым задором вскричал Лёнька. — Тогда что? Не дамся каждому. Но тут Лёнька вдруг почему-то осёкся и, помолчав, тихонько сказал. — А то в монастырь уйду. — Кабы в монастырь! — вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля. Над их головами раздался крик и скрип колёс. — Паром! Пароги! — сотрясала воздух чья-то могучая глотка. Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки. Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатый, надвинутый на дно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпеченная вперёд грудь, выпячивалась ещё более. Белые зубы ярко сверкали в шёлковой раме чёрной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстёгнутой рубахи и чёхи, небрежно накинутой на плечи, виднелась волосатая, загорелая на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колёс арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, разилась сытостью, силой, здоровьем. — Гей! Гей! — дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились. — Здравствуйте! — гулко отрубил приехавший, и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже чёрный паром, стал пристально оглядывать нищих. — Из России? — Из неё, милостивец! — с поклоном ответил архип. — Голодно там у вас, а? Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке. И тараканы с голодом рут. — Хо-хо, и тараканы рут. Значит, аж крошек не осталось. Всё поели. Ловко едите. А вот работаете должно погано. Потому как хорошо работать станешь, не будет голоду. Тут, кормилец, главная причина — земля. Не родит. Высосали землю-то мы. — Земля? — тряхнул казак головой. — Земля всегда должна родить. На то она и дана человеку. Говори, не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьётся. Родит. Подъехал паром. Двое здоровых, краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться. — Жарко? — оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки. — Эге! — ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар. И, подойдя к орбе, заглянул в неё и повёл носом, сильно втянув в себя воздух. Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог. Дед и Лёнька вошли на паром и прислонились к борту, посматривая на казаков. — Ну, едем! — скомандовал хозяин орбы. — А ты не везёшь ничего с собой попить? — спросил у него тот, что осматривал орбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смотрел в голенище. — Ничего. А что? Разве в Кубани воды мало? — Воды. Я не о воде. — А-а-а! О горилке! Не везу горилке! — Как же это ты не везёшь? — задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома. — Ну-ну! Едем! Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему. — А ты, дед, что же не поможешь? — обратился паромщик, возившийся с сапогом к Архипу. — Где мне, родной? — жалобным тоном и качая головой пропел тот. — И не надо им помогать, они и одни управятся. И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лёг на палубе парома. Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу. Отбиваемый течением, с глухим шумом, плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперед. Глядя на воду, Лёнка чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомлённые быстрым бегом волн, дремотно слепаются. Глухой шёпот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его. Он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал. Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пень на берегу. — Что? Заснул? Хилый ты! Садись во рбу, довезу до станицы. — И ты, дед, садись! Благодаря казака, нарочито гнусавым голосом, дед кряхтя влез во рбу. Лёнька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой чёрной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля. Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их. Колёса жалобно скрипели, велась пыль. Дед, тряся головой, не переставая, кашлял. А Лёнька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу, и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами. «Господи Иисусе Христе!» Снова станичные мальчишки будут задирать его, а бабы надоедать расспросами о России. Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было. Говорит, что в России на улицах мрёт народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода. «Ничего этого они с дедом не видали нигде, а нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда её, милостыню, здесь денешь? Дома? Там можно всегда продать по сорок копеек, и даже по полтине за пут, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи. «Всбирать пойдёте?» — спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры. «Уж, конечно, почтенный», — со вздохом ответил ему дед Архип. «Встань на ноги, дед, покажу, где живу, ночевать ко мне придёте». Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал. «Эх ты, старый!» — буркнул казак, соболезную. «Но всё равно, не гляди, придёт пора на ночлег идти, спроси чёрного, Андрея чёрного. Это я и есть. А теперь слезай. Прощайте». Дед и внук очутились перед кучкой тополей, Иосакорий. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы. Повсюду, направо и налево, к небу вздымались такие же кучки. Их зелёные листва была одета серой пылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась от жары. Прямо перед днищами, между двух плетней, тянулся узкий проулок. Они направились в этот проулок развалистой походкой, многоходивших пешком людей. «Ну, как мы, Лёня. Пойдём вместе или порзнь?» — спросил дед. И, не дожидаясь ответа, прибавил. «Вместе бы лучше. Мало болен тебе подают. Не умеешь ты просить-то. А куда много-то надо? Всё равно ведь не поедаем», — хмуро ответил Лёнька, оглядываясь вокруг. «Куда? Чудашка ты! А вдруг подвернётся человек, да и купит. Вот тебе и куда. Деньги даст. А деньги — дело большое. Ты с ними, небось, не пропадёшь, как умрутые». И ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове. «Ты знаешь ли, сколько я за Путину-то скопил? А?» «А сколько?» — равнодушно спросил Лёнька. «Одиннадцать с полтиной. Видишь?» Но на Лёньку не произвели впечатление эта сумма и ликующий тон деда. «Эх ты, малыш, малыш!» — вздохнул дед. «Так порознь, что ли, идём?» «Порознь. Ну, к церкви приходи, Будя. Ладно». Дед свернул в проулок налево, а Лёнька пошёл дальше. Сделав шагов десять, он услыхал дребезжащий возглас. «Благодетели и кормильцы!» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гуслям провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Лёнька вздрогнул и прибавил шагу. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо. А когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разревётся дедушка. До слуха его ещё долетали дрожащие, жалкие ноты дедову голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над станцией. Кругом было всё так тихо, точно ночью. Лёнька подошёл к плетню и сел в тени отсвесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела. Сбросив котомку с плеч, Лёнька положил на неё голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решётчатой тенью плетня. Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшим от близости вечера. Кто-то плакал неподалёку от него. Плакали по-детски, задорно и неугомонно. Звуки рыдания замирали в тонкой минорной ноте, и вдруг снова, и с новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу. По ней шла девочка, лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слёз лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идёт. У неё были большие чёрные глаза, теперь обиженные, грустные и влажные. Маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрёпанных и падавших ей на лоб, щёки и плечи. Она показалась Лёньке очень смешной, несмотря на свои слёзы, смешной и весёлой, и озорниться должно быть. — Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на ноги, когда она поравнялась с ним. Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но всё ещё потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у неё снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла. Лёнька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошёл за ней. — А ты не плачь! Большая уж, стыдно! — заговорил он, ещё не поравнявшись с ней. И потом, когда догнал её, заглянул ей в лицо и переспросил снова. — Ну, чего ты взрывелась? — Да, — протянула она, — ка бы тебе, и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками и отчаянно заныла. — Ну, — пренебрежительно махнула рукой Лёнька, — баба! — Как есть баба! Фу ты! Но это не помогло ни ей, ни ему. Лёньке, глядя, как между её тонкими розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до её волос, но тот час же, испугавшись своей смелости, отдёрнул руку прочь. Она всё плакала и ничего не говорила. — Слышь, — помолчав, начал Лёнька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей, — чего ты это? Поколотили, что ли? Так ведь пройдёт. А то, может, другое что? Ты скажи. Девочка, а? Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и, наконец, сквозь рыдание медленно ответила ему, поводя плечиками. Платок потеряла. Батька с базара привёз голубой с цветками, а я надела и потеряла. И заплакала снова, сильнее и громче, схлипывая и стонущим голосом, выкликая странное «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Лёнька почувствовал себя бессильным помочь ей и робко отодвинувшись от неё, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку. — Не плачь, может, найдется, — тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся еще дальше от нее, думая, что, наверное, от отца достанется ей за эту потерю. И в тот час же ему представилось, что отец, большой черный казак, колотит ее, а она, захлебываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах. Он встал и пошел прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против нее, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе. — Ушла бы ты с дороги, девочка, да уж перестань плакать-то, пойди домой, да и скажи все, как было, потеряла, мол, что уж больно. Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущенным восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли. — Вот и ладно, — улыбаясь оживленно, продолжал он. — Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу все. — Заступлюсь за тебя, не бойся. И Ленька гордо повел плечами, оглянувшись вокруг себя. — Не надо, — прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и все всхлипывая. — А то пойду, — с полнейшей готовностью громко заявил Ленька и сдвинул себе на ухо картуз. Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нем лохмотьи как-то храбро заершились. Он твердо постукивал палкой о землю и смотрел на нее упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством. Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слезы и, снова вздохнув, сказала, — Не надо, не ходи. Мамка не любит нищих-то. И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад. Леньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрывалась за поворотом проулка. «Прощай!» Она обернулась к нему на ходу и исчезла. Приближался вечер. И в воздухе стояла та особенная, тяжелая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополей зарделись легким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше. Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко, говорили люди, и где-то еще дальше, но в другой стороне, пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой. Леньке стало еще скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошел вперед по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шел и чувствовал, что у него в груди сердце бьется так часто, и что ему как-то особенно лень идти и думать. Но девочка не выходила из его памяти и думалась, что с ней теперь. Коль она из богатого дома, будут ее бить. Все богачи скряги, а коли бедные, то, может, и не будут. В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут. Одна за другой думы назойливы шевелились в его голове, и с каждой минутой томительные и щемящие чувства тоски, как тень, сопровождавшая его думы, становилась тяжелее, овладевала им все более. И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Леньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил по тускневшим взглядам, по их сытым, крупным фигурам и быстро шел к церкви. Крест ее сиял за деревьями впереди его. Навстречу ему несся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли ее кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом. Вот и дед идет к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу. За дедом тяжелой, развалистой походкой шагает станишник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке. — Что? Пуста котомка-то? — спросил дед, подходя ко внуку, оставшемуся ожидая его у церковной ограды. — А я вон сколько! И, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщовый, туго набитый мешок. — Ух, хорошо здесь подают! — Ах ты, хорошо! Ну, а ты чего такой надутый? — Голова болит, — тихо молвил Ленька, опускаясь на землю рядом с дедом. — Ну, устал, сморился. Вот ночевать пойдем сейчас. Как казака-то того звать, а? — Андрей Черный. — Так мы и спросим, а где, мол, тут Черный Андрей? Вот к нам человек идет. — Да. Хороший народ, сытый, и все пшеничный хлеб едят. — Здравствуйте, добрый человек! Казак подошел к ним вплоть и медленно проговорил в ответ на приветствие деда. И вы здравствуйте. Затем, широко расставив ноги и остановив на нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался. Ленька смотрел на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами вопросительно. Казак все молчал и, наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и, наконец, прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив. — Ну, пойдемте в сборную. — Зачем? — стрепенулся дед. У Леньки дрогнуло что-то внутри. — А надо! Велено! Но... Он поворотился к ним спиной и пошел было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул. — Чего ж еще? Тогда дед и Ленька быстро пошли за ним. Ленька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова, и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как тогда, в Тамане. Ему стало боязно, когда он представил себе таманскую историю. Там дед стянул со двора белье, и его поймали с ним. Смеялись, ругали, били даже, и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало. Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами, а дед всю ночь стонал и шепотом молился Богу, называя себя вором и прося прощения. — Ленька! Ленька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и все дрожало. Казак шел впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них. — На вот, возьми, брось в бурьян, да заметь, где бросишь, чтоб взять после. Чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свернутую в комок. Ленька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом все его существо, и подошел ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряженно глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руку и, посмотрев на нее, бросил тряпку в бурьян. Падая, тряпка развернулась, и в глазах Леньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслоненный образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда и все окружающее. Звуки ее раданий снова ясно раздались в ушах Леньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слез. В этом почти невменяемом состоянии он пришел позади деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол. Затем над ними склонились много голов в высоких шапках, головы и шапки были хмурые и мрачные, и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-то страшным. Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов. — Напрасно, православное, неповинен, видит Господь! — пронзительно звизнул дед. Ленька, заплакав, опустился на пол. Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце. — Брешет, Даниловна, чертова баба! — громыхнул кто-то, точно ударив по ушам Леньки своим густым и раздраженным голосом. — А может, они спрятали где? — крикнули в ответ еще громче. Ленька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то черную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев. Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедовое лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно моргавших, капают на его Ленькин лоб маленькие мутные слезы и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею. — Оклемался ли, родной? Пойдем-ка отсюда, пойдем. Отпустили, проклятые. Ленька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжелое и что она вот-вот упадет с плеч. Он взял ее руками и закачался из стороны в сторону, тихо стоная. «Болит головонька-то, родненький ты мой! Измучили они нас с тобой, звери! Кинжал пропал! Вишь ты, да платок девчонка потеряла! Ну они и навалились на нас! Ох, Господи! За что наказуешь?» Скрипучий голос деда как-то царапал Леньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше. Отодвинулся и посмотрел вокруг. Они сидели у выхода из станицы под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна, и ее молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы уже, чем оно было днем, уже и еще пустыней, грустнее. Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно, задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей. Из станицы доносились голоса, и кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звездами. — Пойдем, милый, идти надо, — сказал дед. — Посидим еще, — тихо сказал Ленька. Ему нравилась степь. Днем, идя по ней, он любил смотреть вперед, туда, где свод неба опирается на ее широкую грудь. Там он представлял себе большие чудные города, населенные невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба, сами дадут, без просьб. А когда степь, все шире развертываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман. И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труп того города, который так ему хотелось видеть. Его созерцание прервал сухой кашель деда. Ленька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух. Освещенный луной и перекрытый странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаенным восторгом. Было страшно, жалко и, возбуждая в Леньке то, новые для него чувства заставляло его отодвигаться от деда подальше. — Ну, посиди, посиди, — бормотал он и, глупо ухмыляясь, шарил за пазухой. Ленька отвернулся и снова стал смотреть вдаль. — Ленька, погляди-ка! — вдруг всхлипнул дед восторженно и весь корчась от удушливого кашля протянул внучку что-то длинное и блестящее. — В серебре! Серебро ведь! Полсотни стоит! Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и все лицо передергивалось. Ленька вздрогнул и оттолкнул его руку. — Спрячь скорее! Ах, дедушка, спрячь! — умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом. — Ну, чего ты, дурашка? Боишься, милый! Заглянул я в окно, а он висит. Я его цап, да и под полу, а потом спрятал в кустах. Шли из станицы. Я будто шапку уронил, наклонился и взял его. — Дураки они! — и платок взял. Вот он где. Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Леньке. Перед глазами Леньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина. Он и дед быстро, насколько могут. Идут по улице станицы, избегая взгляда встречных людей, идут пугливо. И Леньке кажется, что каждый, кто хочет вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться. Все окружающее, заборы, дома, деревья в каком-то странном тумане колеблется точно от ветра, и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса. Этот тяжелый путь бесконечно долог, и выход из станицы в поле не виден за плотной массой шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, то желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо темными пятнами своих окон. И вдруг из одного окна звонко раздается. «Воришки! Воришки! Воришка! Варенок!» Ленька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защищать. Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а ее синие глазки сверкали зло и остро и кололи Леньку, как иглы. Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду. Дед все говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и оттирал пот крупными каплями, выступавшей в морщинах его лица. Тяжелая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Леньке почти не видно было лица деда. Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав ее образ перед собой и мысленно, как бы измерял их обоих. Немощный, скрипучий, жадный и рваный дед рядом с ней, обиженный им, плачущий, но здоровый, свежий, красивый, показался ему ненужным и почти таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке. Как это можно? За что он обидел ее? Он не родной ей. А дед скрипел. Кабы сто рублей скопить, — Умер бы я тогда, покойно! — Ну! — вдруг вспыхнуло что-то в Леньке. — Молчи уж ты! — Умер бы, умер бы! А не умираешь вот! Воруешь! — взвизгнул Ленька и вдруг весь дрожа вскочил на ноги. — Вор ты старый! У-у-у! — изжав маленький сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы. — У детей украл! Ах, хорошо! Старый, а туда же! Не будет тебе на том свете прощения за это! Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась. Одевавшая ее мгла дрогнула и исчезла на момент. Грянул удар грома, и Рокача покатился над степью, сотрясая и ее небо, по которому теперь быстро летела густая толпа черных туч, утопившей в себе луну. Стало темно, далеко где-то еще молча, но грозно, сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром. Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца. Ленька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, которому прислонился спиной. — Дедушка! — прошептал Ленька в мучительном страхе, ожидая нового удара грома. — Идем в станицу. Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар, как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга. — Дедушка! — крикнул Ленька. Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький разбитый колокол. — Что ты? Боишься? — хрипло проговорил дед, не шевелясь. Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чем-то. Вдали он уже вырос в сплошной широкий звук, похожий на трение громадной щеткой по сухой земле, а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто, и умирала без эхо. Удары грома все приближались, и небо вспыхивало чаще. — Не пойду я в станицу, пусть меня, старого пса, вора, здесь дождь потопит и гром убьет, — задыхаясь, говорил дед, — не пойду, иди один. Вот она, станица, иди, не хочу я, чтоб ты сидел тут, пошел, иди, иди, иди. Дед уже кричал глухо и сипло. — Дедушка, прости, — придвигаясь к нему, взмолился Ленька. — Не пойду, не прощу. Семь лет я тебя нянчил, все для тебя и жил для тебя. Разве мне надо что? Умираю ведь я, умираю. А ты говоришь — вор. Для чего вор? Для тебя, для тебя это все. Вот, возьми, возьми, бери, на жизнь твою, на всю. Копил, ну и воровал. Бог видит все, он знает, что воровал, знает. Он меня накажет. Он не помилует меня, старого пса, за воровство. И наказал уж, Господи, наказал ты меня. А, наказал, рукой ребенка, убил ты меня. Верно, Господи, правильно. Справедлив ты, Господи. Пошли по душу мою, ох. Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселявшего в грудь Леньки ужас. Удары грома, сотрясая степи неба, ракотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимое, нужное для нее. И все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемые молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнем, то, погружаясь в холодный, тяжелый и тесный мрак, странно суживавший ее. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рева. Полил дождь. Его капли, блестя, как сталь, при блеске молнии, скрыли собой приветливо мигавшие огоньки станицы. Ленька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рожденного криком деда. Он уставил перед собой широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими, даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождем головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков. Ленька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он незаметно для себя понемногу подвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного. Разорвав небо, молния осветила их обоих рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева. Дед махал рукой в воздухе и все бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь. Взглянув ему в лицо, Ленька крикнул от страха. При синем блеске молнии оно казалось мертвым, а вращавшиеся на нем тусклые глаза были безумны. «Дедушка, пойдем!» — взвизнул он, ткнув свою голову в колени деда. Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом. Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза, ослепляемые молниями, падая, вставая и уходя все глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика. А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо, и казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздраженного грохота грома. По утру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он должно быть зарезан, так как около него брошен кинжал. Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был жив еще. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чем-то слезящимися глазами и все искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа. К вечеру он умер. И зарыли его там же, где взяли, под осокорью, находя, что на погости его хоронить не следует. Во-первых, он чужой, во-вторых, вор, а в-третьих, умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок. А через два или три дня нашелся Ленька. Над одной степной балкой, недалеко от станицы, стали кружиться стаи ворон. И когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки. Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он еще ребенок. Но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли, и на нем поставили грубый каменный крест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!